МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Мария Посыпая. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Юбилей школы Росатому, музея ядерного оружия РФС ВНИЭВ, педагогам Сарова вручили благодарственные письма за активное участие в проекте. Безопасный велосипед. Сотрудники ГИБДД провели профилактическую беседу со школьниками. Подарок для педагогов. В художественной галерее прошла творческая встреча с Еленой Яковлевой. Далее расскажем обо всем подробно. В нашем городе прошли торжественные приемы главы города, посвященные десятилетию школы Росатома. В музее ядерного оружия РФС ВНИЭВ педагогам Сарова вручили благодарственные письма, золотые значки и памятные подарки за активное участие в проекте. На мероприятие побывала и наша съемочная группа. Объединение журналистики «Серебряное перышко дворца детского творчества» участвует в творческой жизни школы Росатома примерно 7 лет. И хотя первые шаги на этой платформе были робкими и осторожными, сейчас юные журналисты побеждают в конкурсах проекта, получают новые знания на мастер-классах и фестивалях и с удовольствием знакомятся и общаются с детьми из других городов Росатома. Дети делают очень мощный рывок в качественном своем образовании, причем не только профессиональные какие-то навыки приобретают, но и мировоззренческие. То есть очень хорошо формируется личность в школе Росатома, я бы хотела отметить. И поэтому мы ей очень благодарны за это и желаем новых проектов и все большего участия в увлечении детей в различные проекты школы Росатома. Детский сад номер 16 знаком с проектом школы Росатома практически с момента его основания. В 2013 году они приняли участие в конкурсе образовательных программ, победили в нем, выиграв грант на модернизацию образовательной среды. В саду к юбилею школы 13 мая также прошли праздничные мероприятия. Принимали сегодня на своей базе руководителей проекта школы Росатома. Ребята наши, воспитанники, провели экскурсию для них, организовали мастер-класс, был флешмоб. Получилось очень празднично, то есть сегодня очень такой торжественный праздничный день, и он всецело ощущается именно как такой хороший большой праздник. В музее ядерного оружия РФИАЦ ВНИЭФ чествовали активных участников проекта. Закропотливый труд педагогов с импровизированной сцены поблагодарил глава города Алексей Сафонов, а также представитель ВНИЭФ Игорь Мусин. Наталья Шурочкова рассказала о поездке в 16-й детский сад, в котором одна воспитанница поделилась впечатлениями о занятиях, которые здесь проводят в рамках проекта. А в четверг-пятницу что? А в четверг-пятницу у нас обычный детский сад. Поэтому вот то, что наши школы, и причем когда она рассказывала про это время, и у нас всякие разные интересные занятия, то есть всякие развлечения, умные игры, а в четверг-пятницу обычный детский сад. Поэтому тогда, когда такие характеристики есть, и понятно, что это была неотрепетированная история, понятно это абсолютно. Педагогам вручили благодарности и памятные призы. А в гимназии номер два прошло награждение школьников. В нашем городе проходит акция «Безопасный велосипед». Сотрудники ГИБДД провели профилактическую беседу со школьниками и рассказали им о правилах передвижения на двухколесном транспорте. Подробности в следующем репортаже. Весной на улицах города появляются новые участники дорожного движения. Велосипедисты. Часто это школьники. Правила за зиму юные саровчане могут и подзабыть. Я езжу на велосипеде с четырех лет. Я знаю то, что на красный свет нельзя переходить, только на зеленый. И нужно еще слазить с велосипеда. Знаю то, что до 14 лет все должны ездить только по тротуарам. А уже 14 только по проезжей части. И не только. К ученикам пятого класса 12-й школы пришли сотрудники госавтоинспекции. Ребята вспомнили с Татьяной Назаровой правила дорожного движения. Также ученикам подарили информационные буклеты. Затем, взяв свои велосипеды, участники отправились к пешеходному переходу на Музруково. Сегодня мы провели акцию «Делай как я». Мы хотели показать людям, ну и другим велосипедистам, как нужно правильно переходить через пешеходный переход с велосипедом. Своим примером мы показали, что нужно сначала слезть с велосипедом и рядом с собой его везти, пока не перейдет пешеходный переход. Профилактическая акция проводилась в рамках информационно-пропагандистской кампании «Безопасный велосипед», который на территории Нижегородской области продлится до 15 мая. Такие мероприятия сотрудники автоинспекции устраивают каждый год. Цель акции – это привлечение внимания жителей нашего города к проблемам безопасности велосипедистов и иных участников дорожного движения, которые используют в том числе электрические средства малой мощности, повышенной мобильности. Так называемые электроскутера, электромопеды, сигвеи, моноколеса. За минувший год в Сарове ДТП с участием несовершеннолетних велосипедистов удалось избежать. В этом году один случай уже зарегистрирован. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. В Нижнем Новгороде состоялся финал регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России-2021». Его участниками стали пять педагогов, которые набрали наибольшее количество баллов по итогам заочного этапа. Победителем стала саровчанка Ксения Воронина, учитель английского языка гимназии номер два. Она будет представлять Нижегородскую область на заключительном этапе Всероссийского конкурса. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Со следующего года дополнительный отпуск, лечение и затрата на дорогу в медицинское учреждение пострадавшему на производстве работнику фонд социального страхования будет оплачивать напрямую, без привлечения средств работодателя. Проект постановления, разработанный Минтрудом, размещен для общественного обсуждения. Сейчас дополнительный отпуск, лечение и проезд работнику оплачивает работодатель, расходы которому возмещаются за счет уменьшения взносов на социальное страхование. В документе утвержден порядок расчета и назначение прямой выплаты. Работодатель не позднее, чем за две недели до отпуска, предоставленного работнику, должен подать в территориальное отделение ФСС приказ и справку о ее размере. Информационный альянс «Атомные города» продлил муниципальный этап Всероссийского конкурса «Слава Созидателям» до 31 мая. В этом году он проходит в онлайн-формате ВКонтакте. Участникам предложено две номинации «Передай привет в будущее» и «Запиши подкаст о Созидателе». Школьники могут создать видео, записанное вместе с Созидателем, с пожеланиями будущим поколением или представить аудиоматериал с кратким рассказом о судьбе человека, который вдохновил автора. Длительность каждой работы не должна превышать трех минут. В конкурсе могут принять участие ученики первых-одиннадцатых классов. Более подробную информацию о правилах конкурса можно узнать на сайте славосозидателям.ру Программу возврата 50% стоимости путевок в детские лагеря запустят до конца мая. А отправить ребенка на отдых можно будет до 15 сентября, сообщили в пресс-службе Ростуризма. Проект реализуют по такому же механизму, который уже используется в программе туристического кэшбэка. Родители смогут приобретать путевки в стационарные детские лагеря по всей стране. Средства на карту МИР вернутся в автоматическом режиме в течение пяти дней. Кэшбэк составит 50% от стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей. Возврат будет начисляться с момента старта программы и первой транзакции. Предельный кэшбэк рассчитан на основе средней стоимости отдыха в детских лагерях на море, отметили в Ростуризме. В программе примут участие стационарные детские лагеря с круглосуточным пребыванием. Сейчас идет процесс технического присоединения центров отдыха к программе и тестирования всей системы. Во всех общеобразовательных организациях города прошел событийный марафон, посвященный юбилею проекта «Школа Росатома». Завершились праздничные мероприятия творческой встречи педагогов с Народной артисткой России Еленой Яковлевой. Подробности в следующем репортаже. В рамках празднования десятилетия проекта «Школа Росатома» Народная артистка России Елена Яковлева встретилась с саровскими педагогами. Творческая встреча больше напоминала дружескую беседу за чашкой чая. Настолько открытая и непринужденно знаменитая актриса делилась со сцены фрагментами своего детства, мечтами и историей становления в кино и театре. Так Елена рассказала веселый случай, который произошел с ней на вступительном экзамене в ГИТИС. Как сломанный стул и неловкое положение при чтении басни «Ворона и лисица» сыграло ей на руку. Стало неудачно для этого места, на котором обычно сидит. Оно было, вот, вы знаете, как это можно было снять сразу. Ну, я его как-то вот так вот снимаю и, видите, я вот в эту дыру сформулирую. Ну, что, на день ворона сформулись. У меня вот так вот две родители. Вот так вот моя голова. Елена дала понять зрителю, что любая жизненная неурядица может обернуться удачей. По словам артистки, многое нужно принимать с позитивной точки зрения. И за дня в день она не перестает благодарить судьбу за творческий и жизненный путь. Одними из самых популярных работ Елены Яковлевой до сих пор остаются «Интердевочка» и «Каменская». На постоянной ассоциации с главными героинями оттуда артистка не обижается. Наоборот, горда участием в этих картинах. «Интердевочка» сама тема в тот момент, конечно, это было очень смело и тому подобное. И как-то это, наверное, благодаря теме разлетелось. Ну, это вот одна из последних картин всего вот этого нашего периода, которую просмотрел практически каждый человек, живущий в Советском Союзе в огромном. Поэтому такой вот, ну, у меня хороший, удачный старт был. Сейчас в копилке Елены Яковлевой десятки ролей в театре, кино и телесериалах. Уже около пяти лет она участвует в программе «Школа Росатома» в качестве жюри и наставника юных дарований. Сначала возникла мысль о фестивале закрытых городов. Детским творческим коллективам предстояло снять небольшие игровые зарисовки. Нет, у нас превратилось в театральный фестиваль закрытых городов. И мы пересмотрели все эти спектакли. И потом лучших ребят, которые нам больше всех понравились как актеры и как участники театрального коллектива, мы их пригласили в Москву и отрепетировали сначала спектакль «Немаленький принц». И потом вот спектакль, посвященный Великой Отечественной войне. На встрече с педагогами Елена Алексеевна отметила важность их работы, поблагодарила за вклад в воспитание молодого поколения. Впервые она посетила наш город, когда он еще был Арзамасом-16. Тогда прогуляться не получилось. Зато в этот раз артистка успела посетить святые места и познакомилась с Саровым поближе. Посмотрела, как восстанавливается монастырь и ходила в пещерах. Конечно, тут есть какое-то такое святое место. Поскольку вы тут живете, наверное, у вас нет такой возможности это каждый раз чувствовать, каждый день. Ну, на меня произвело впечатление и камень, и дерево особенно, огромнейшая сосна, вот эта сплетенная корнями. На протяжении творческой встречи у зрителей была возможность задать вопросы народной артистке. В завершении вечера Елена Яковлева по традиции оставила автографы и сфотографировалась с гостями. Дарья Козина, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24. На лыжной базе торжественно открыли кордодром – специальную площадку для запуска кордовых моделей. На ней будут проводить тренировочные занятия для воспитанников авиамодельного клуба, а также соревнования различного уровня. На мероприятие побывала наша съемочная группа. На лыжной базе торжественно открыли специализированную площадку для запуска авиамоделей – кордодром. Ее создали с учетом современных требований авиамодельного спорта. Поэтому здесь можно проводить тренировки и соревнования по всем основным классам кордовых моделей – скоростным, гоночным, пилотажным и воздушным убоем. Соревнования областного масштаба или российского масштаба, то есть все соревнования проводятся вот на таких площадках, которые называются кордодром. То есть это обязательные условия для проведения соревнований. И поэтому в нашем городе такие соревнования мы не проводили долгое время. Мы в основном идут у нас в тренировки. Кордовая модель летает виражами, движется по окружности, в центре которой находится запускающий авиамоделист. Он вращается на месте вслед за моделью и управляет ее полетом. После запуска аппарат развивает скорость до 300 км в час. Поэтому кордодром не только позволяет спортсменам достигнуть лучшего результата, но и обеспечивает безопасность зрителей. Много лет я летала на обычной площадке, где ставили машины, то есть на стоянке около ВНИЭФа. И это было не очень удобно, потому что там было много камней, самолет из-за этого не взлетал и было очень плохо. Они ломались и разбивались. А сейчас у нас очень хороший кордодром. Тут можно спокойно размотаться, полетать и отлично просто пролететь. После церемонии открытия кордодром потестировали воспитанники авиамодельного клуба станции юных техников. Многократная участница соревнований по авиамодельному спорту Софья Тютина совсем не волновалась перед выступлением и, по ее мнению, показала достойный результат. Моя модель, вот данная, летает 250 км в час до, скорее всего, 270 км в час. Но если поставить хороший винт, то она может пролететь даже 290 км в час, а это для меня очень много. Средители завороженно наблюдали за полетом моделей и аплодировали спортсменам. Следующие показательные выступления авиамоделистов запланированы на День молодежи. Екатерина Шмакова, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютюбе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Мария Посыпай. Всего вам доброго и хороших новостей.